привет сегодня я расскажу о последнем третьем классе поддержки изогретим фортресс 2 это спай он же шпион он же гадина он же скотина и как только его называют основное оружие спай это не пистолет а именно кинжал то есть нож бабочка кинжала и все что режет коллет спай это класс невидимого убийцы тихого такого здоровья как у снайпера мало и 125 единиц его но его эффективности очень велика и многофункциональность спай может быть и принципе классом и атаки и защиты и поддержки все что угодно за все от мастерства того кто им играет стандартное оружие это нож бабочка вот так вот вы особо не натыкаете ваша задача состоит в том чтобы в режиме невидимости нажав правой кнопку мыши выходит невидимость видите часы ваш заряд это капает вы должны подкрасть там вот на базу врага там со спины должны подкрасться и нанести удар в спину если заходите к врагу со спины вы замахиваете руку и при нажатии левого кнопки мыши вы носите критический удар 100 процента там по 6 раз больше здоровья жертвы то есть хэйвики солдеры пиры демо любой класс умирает самого удара в спину в чем состоит и особенность напомните что у вас мало здоровья вас могут там зажарить пиры которые являются вашими злостными врагами либо просто замочить другие классы которые находятся рядом пока вы там видите учитывайте что убийство мгновенно происходит только со спины давайте посмотрим основные виды оружия спая кинжала обычный стандартный нож вечный покой при успешном ударе человека спины вы мгновенно маскируйтесь под свою жертву это оружие бывает бесшумно при ношении маскировка невозможно то есть если вы используете данный кинжал прошли к цели вот моего спинку обратились быстро жертву при этом цели так скажем ваше убийство это становитесь вы этой целью то есть вы замаскируйтесь под того кого убили при этом получите все его причиндалы то есть как бы показания здоровья некую то есть еще убьете при этом цель бесшумного отличие от других то есть не будет звука убийств и то есть оружие полностью бесшумно но помните что маскироваться в его режиме не сможете то есть это кого убил зато маскировался единственное что вы можете это ходить невидимости и скажем находя жертву какую-нибудь убив ее вы замаскируйтесь под него то есть не сможете быть за кого вы хотели бы замаскироваться дальше посмотрим следующий кинжала это главный делец 30 к заряду невидимости при убийстве и максимальное здоровье минус 25 но это конечно уже ущербно для себя 100 единиц здоровья всего то есть у хиленький становитесь с данным ножом вы получаете заряд невидимости при убийстве то есть убивая кого-то с каждой разосходовали убили кого-то установили опять смыли с невидимость а вылезли опять где-нибудь убили смыли с невидимость это для быстро располнение заряда чтобы не стоять не устанавливать его не ждать ничего дальше следующий кинжал это кунай заговорщика при ударе в спину крадет здоровье жертвы максимальное здоровье минус 65 единиц это конечно еще экстремальнее чем предыдущий кинжал такой кунайчик времен ниндзя у вас всего 60 хп это самый маленький показатель хп будет у вас надо очень осторожно подходить цели скажем хэйвику желательно конечно же к нему выберите подходите к хэйвику него 300 хп там копачки спинку ему и у вас 300 хп то есть вы становитесь жирный как хэйвик это кинжал для очень осторожной игры то есть нельзя так и завалиться то что вы получите просто один выстрел одну ракету и вы просто нарезки уже считаете сразу дальше так кинжалы у нас заканчиваются на сосульки это оружие убивает без шумно при поджигании не воспринчивость к огню на 2 секунды и при этом ваша сосулька тает то есть она спасает там жизнь при поджигании это незаменимая вещь так скажем при встрече с пироманом который подождет вас а вы вместо чтобы гореть просто потеряете сосулька то через какое-то время остановится но вы не будете гореть не будете спалены то есть сможете убежать до 10 секунд если вы бежите не ломаньтесь на врага удар спина замораживает жертву и оставляет такую статую замороженную и то это не как я сказал останавливается через 15 секунд выглядит как от реально сосулька для тех кто хлынул детство когда грыз сосульки и лед вот вам сосулька дальше переходим от кинжалов к стрелком уже револьвер стандартный револьвер как видите достаточно хорошая скорострельность у меня стоит автоматическая подзарядка при расходе боеприпасов это получается что он за каждого выстрела заряжает патрон так в принципе вы стреляете пока не перезаряжается достаточно быстро дальше следующий револьвер алмазный змей дает 1 гарантированный крит за каждую постройку уничтожен вашим шучком и каждого убийства спина это свой собственный урон минус 15 без случайных критов данный револьвер эффективен если вы очень хорошо убиваете спину и разрешаете постройки то есть вы можете ходить там убивать человек 10 поиск построек там 5 снести 15 критов гарантированных вы получите данным револьвером такой футуристический навороченный видите та же шкала критов есть 0 критов на то что никого не убивалось дальше скажем амбассадоре крит при падании в голову собственно урон минус 15 скорость атаки минус 20 данный револьвер такой изысканный инкрустированным стволом имеет скорость таки меньше чем у других револьверов но если вы грамотно умеете стрелять точно вы можете вынести врага попадая ему в голову скажешь нас так получается хорошо стрелять хотя в большей части он приходится уходить невидимость или вылазить со спины и убивать кого-то но это если на данной дистанции там вы пытаетесь кого-то убить или учитесь стрелять точно но он принципе достаточно эффективен если вы подаете в голову в тело он неэффективен то есть ли вы не уверен что убить человек цельсию в голову то лучше и числа куна и там кинжалку идти пойти убивать со спины дальше следующий револьвер принудитель плюс 20 дополнительному урона если владелец не замаскирован сквозь таки минус 20 без случайных ритов то есть если вы не замаскированы во скорость любые больше эффективно если вы чистом мете полюс хорошо пистолетом и стрелять из него по цели и не маскируетесь то есть вы идете с собой и не маскируясь стреляйте по врагам там любитель поставлять так скажем они сосульками там или кинжалами убивать спину так на этом все теперь по поводу наш основной способности уходить невидимость есть часы невидимости данные часы не очень эффективны так как они использование видите расходят заряд который не останавливается даже если вы стоите на месте то есть расходов полосу заряд вы вываливайтесь из невидимости и становитесь просто легкой добычей любого а если особенно подвигать сквозь столкнулись вы не успеете убежать невидимости вас просто заметит и убьют раньше отсидеться тоже где-то переползти подождав выходящего момента вы тоже не сможете для этого есть следующие часы которые очень эффективны плащ и кинжал восстанавливает невидимость плюс сто процентов расходуется данная невидимость только при движении то есть включили ставить не сходу начинаете двигаться эти шкала начну расходоваться стали и останавливаться то есть восстановление плюс сто процентов идет как раз станете все может постоянно стоит хоть и невидимости скажем прошли так хоп здесь кто-то инженер там встали подождали потащий момент там подошли его и со спины убили но при этом помните что таковать в режиме невидимости вы не можете зачем нужно выйти потом атаковать дальше предметы это звон смерти это часы которые вы не сможете активировать самопроизвольно при нажатии правой мыши вы достаете такие часы и они активируются только в том случае если вы получаете урон то есть скажем из нас бежит пир вы не замаскированы или замаскированного пара будет проверить спаивание спай вы сжигаете вы сразу для него вы как бы умираете сразу мгновенно падайте замертво при этом вы включаете свои часы и убегаете в режиме невидимости куда-нибудь там спрятавшись при этом вы полу выдерживаете огонь сейчас посмотрим исход царя на невидимости плюс 60 больше остальное невидимости плюс 80 симулирует смерть то есть вы убегаете за собой сразу манекен какой-то умерли потом просто заходите спины и добиваете того кто вас убил как бы якобы скажу вам честно что над этим нужно хорошо уметь пользоваться потому что иначе вы просто будете убегать постоянно не убивать противника и он будет скажем понимать что вы пользуетесь его на смерть и вы проставляете свою трубку что вы умираете от любого даже малейшего повреждения это постоянно конечно будет смущать врага дальше есть такой жучок который является врагом всех построек и всего остального инженерского то есть вы ставите этот жучок там на турели раздатчики и телепорты что заставляет их отличаться и ломаться когда сломается полностью вы получаете фраги за то что уничтожили постройки инженера жучки сбиваются ключами ключами инженера был с учебу пиры есть кувалда которая сбивает жучки м помните что жучки можно стать не ограниченное количество раз не ограничено количество штук на постройке скажем 10 построек вы можете хоть на все раскидать их но помните что нужно определенные последствия сапать сначала турель потом все остальное потому что иначе турель вас несет когда вы будете выявлены как шпион и также помните что ставите жучки можно только ну незам не в режиме невидимости но вы можете быть замаскирована под кого-то из членов команды есть также другой вид жучка как от катафон который в обратную сторону направляет с постройки то есть они разрушаются но они сворачиваются обратно у меня в данный момент нету сейчас расскажу о маскировке вы можете маскироваться за любого члена вражеской команды цифрами назначены данными скажем сейчас буду скаутом для врагов видите вы приобретаете имя того игрока за который замаскировались но данным на сервере никого нет я сам остаюсь под своим вот я выгляжу как якобы скаут но при этом если учить насмешку какой-нибудь честно получится в общем вы выглядите просто как спай с натянутым картонной маской на лицо данного персонажа которого замаскировались и и все для противника будете выглядеть как с нашу вашу класса там у которого выбрали при этом вы двигаетесь с той скорость с которой выбран класс то есть скаута выберите вы будете двигаться быстрее будете просто симулируйте его также вы можете маскироваться и только под членов вражеской команды но и под членов своей же команды то есть вы можете замаскироваться скажем под хэвика своей команды чем напугать хиленького там скажем медика либо кого-то еще можете сделать вид что вы как бы бежите на своих как будто вы спай замаскированы под кого-то там или что-то еще но это конечно не используется практически это редко когда используется до вас это принципе не надо в основном используется маскировка за вражеские команды если атакуете вы теряете средний маскировку режим маскировки вы можете спокойно ставить жучки убиваются спины так что пользуйтесь этим на здоровье спай класс скрытности то есть не нужно лезть на рожон скажем вы можете спрыгнуть атаку невидимости ну конечно сейчас не то что надо сейчас я поменяю на другой предмет другие часы которые позволяют находить невидимости вот так вот скажем я замаскировался под скаута выбежал здесь скажем какой-нибудь там пиры стоит начнет прожигать проверять я запалился я ухожу невидимость скажем тушусь а в воду и убегаю там канализация либо к себе либо к врагу скажем заряд заканчивается я встал останавливаюсь там скажем прибежал на чтобы не запали немножечко так вот постоялся на счетом то есть ваша задача не светиться может таким методом макаром пробежать спокойненько к программ на базу на контрольной точке тусоваться в момент возможность выйти из невидимости захватить эту точку помните что когда расходится заряд в данных часов вот скажем вы продолжаете держать руку как будто с часы но в этом полупрозрачность то есть вы станете все равно видимым любое столкновение с вами это сразу засветит вас вы будете засвечены ваш злейший враг это пироманы которые выжигают территории парят вас причем по жуткому вы будете догорать и еще в инвизи находясь там где нибудь не сможете убежать спрятаться от врагов наше любимое знакомство это медики их с хэвиками там и плюс другими классами которые идут в убери инженеры постройки и их не снайпера то есть спа это класс на любителя и плюс умение в основном то что рукопашная атака в основном используется именно кинжалы какие-то там чтобы убить врага со спины и причем стопроцентная игра спаем это куча киллов в спину там без всяких проблем то есть если вы грамотно умеете заходить со спины и убивать и уходить в невидимость то вы спокойненько набьете много киллов и сорвете много уберов документы несете спокойненько находясь в невидимости поиграть на базу и сделайте большую пользу своей команде ну в принципе я думаю больше ничего сказать о данном классе так как класс такой своеобразный нужно им уметь играть и я думаю на этом все если видео будет полезно ставим лайки подписываемся удачные игры и как можно больше убитых спину врагов спасибо за просмотр! Продолжение следует...